Сейчас на стадионе Самара-Арена установлен 71 консольный блок из 96. Сборка металлоконструкций купола ведется в 4 потока шестью кранами высокой грузоподъемности. Монтаж планируется завершить в июне. Также подходят к концу работы по укладке сетей стадиона. Система водоснабжения готова более чем на 70%, а работы по устройству системы теплоснабжения завершены полностью. На объекте также ведется остекление. Первый этаж готов на 100%, а второй, четвертый этажи на 91%. Заключен договор подряда на выполнение работ по устройству футбольного поля. Вовсю ведется отделка внутренних помещений. Не теряют времени строители и работают на улице. Начали заливать фундамент, ограждение и строить входную группу. Именно здесь, через центральные ворота и будут заходить болельщики. В работах задействовано почти 2500 строителей и 148 единиц техники. А общая готовность стадиона составляет около 65%. Реконструкция площади Куйбышева не затронет памятник Куйбышеву издания Самарского театра опера и балета. В настоящее время в рамках реконструкции площади Куйбышева, которая во время чемпионата мира 2018 станет местом проведения фестиваля болельщиков, идут работы в четырех скверах, прилегающих к площади. Днем здесь рабочие демонтируют асфальтовое покрытие, бортовой камень, систему освещения, а ночью выводят грунт. В дальнейшем тротуар по периметру площади и в скверах выложат плиткой. Будет переустановлен гранитный бортовой камень. Смонтированы новые линии коммуникации для обеспечения воды и электроснабжения. Проложен электрический кабель для обеспечения энергии и техники, которую используют на массовых мероприятиях. Также приведут порядок ограда скверов. Поврежденные элементы отремонтируют, а те части, которые не подлежат восстановлению, заменят новыми. Сдать объект планируется в октябре этого года. Более 200 миллионов рублей выделили дополнительно на реконструкцию четвертой очереди набережной. Работы стартовали здесь в марте этого года. Сейчас практически полностью заменили коммуникации. Рабочие укладываются в график. Начались восстановительные работы на стеле Ладья. По проекту после ремонта на этом участке набережной появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, бульвар с велосипедными дорожками, современная инфраструктура, а также амфитеатр и самый большой в России фонтан. Он будет трехуровневым и площадь его составит 385 квадратных метров. Помимо этого приведут в порядок бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди набережной. Часть прогулочной зоны отведут под велодорожки. Завершить ремонт четвертой очереди набережной планируют до конца года. На заводском шоссе завершают перекладку коммуникаций. На объекте работают 25 человек. Работы начались здесь в декабре прошлого года. Восстановить дорожное покрытие подрядчики планируют в конце сентября. Глава города поставил задачу сократить сроки и завершить ремонт до начала осени. После реконструкции заводское шоссе станет в два раза шире. Будет организованных по две полосы движения в каждую сторону. Здесь появится велосипедная дорожка. В настоящий момент заканчивается проектирование второго участка заводского шоссе от улицы 22-го партиеза до улицы Земецов, общая протяженность которого составит чуть больше трех километров. В Самаре восстановят еще один фонтан. Сейчас возле Шанхая от него нет и следа. Но старые фотографии свидетельствуют был. И глава города принял однозначное решение – восстановить фонтан обязательно. Работы в сквере в самом разгаре, но уже сейчас видно, что это будет совсем иное качество. О том, чтобы провести реконструкцию территории, жители говорили, как минимум последние 10 лет. И вот теперь, в преддверии чемпионата мира по футболу, у города появилась возможность навести здесь порядок по столичным стандартам. Все-таки рядом Ледовый дворец, цирк, губернский парламент и этот сквер – визитная карточка города. Сквер на улице Молдогвардейской станет, как это и было исторически задумано, одной из главных достопримечательностей Самары. Здесь будет уложено новое плиточное покрытие, обустроены зоны отдыха и газоны. К первому сентября все работы должны быть завершены.